Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Вы на канале Лоскута Мания. Сегодня мы будем заниматься ткачеством. Будем делать из джинсовых полосок полотняное переплетение. Я вот взяла джинсики, вот выбрала специально с потертостями. Будем использовать лицевую и изнаночную сторону джинс. Берем лоскутик длиной 30 см и аккуратно на мате разрезаем по 5 см шириной 6 полосочек. Вот посмотрите, они у нас разного оттенка и это даже интереснее будет. Будет симпатично. Так, разрезали, вот сложили так, как нам нравится. И сейчас будем эти полосочки обрабатывать. Загнем с двух сторон, загладим, загибая где-то по 0,7-0,8 мм. Вот старайтесь, чтобы все полосочки были одной ширины. Так, и теперь мы идем на машинку и прошиваем декоративным швом вот по краям. Посмотрите, что получилось. Вот такой вот декоративный шов. Ну, если у вас такого нет, можно любым другим сделать. Или просто прошить, проложить строчку. Это тоже будет красиво. Вот, это у нас будут как бы долевые нити. Мы вот берем лоскутик основы, совершенно любую ткань, складываем наши 6 полос и прокладываем строчку, как бы закрепляем вверх. Вот, надо их сложить ровненько, чтобы все было аккуратно. И заготавливаем таким же образом, как и долевые, вот такие вот поперечные полоски. Но здесь мы будем прошивать на машинке только один край. Вот, долевых у нас 6, а полосок утка 9. И потом будем переплетать и вот так вот складывать. Как я уже сказала, вот декоративную строчку мы прокладываем только с одной стороны. Я это делаю, вот не отрывая нитки, а все подряд вот так вот подкладываю следующую и прошиваю. Это очень удобно и быстро. Вот все 9 штук я прошила с одной стороны. Разрезаем их, готовим для переплетения. Переплетение у нас будет полотняное. Есть еще саржевое и еще несколько видов переплетения. Но вот полотняное самое простое и оно самое надежное. Вот посмотрите, четные 2, 4 и 6 лоскутик мы отворачиваем. И вот так вот подкладываем удок и прошиваем на машинке, вот прям на основу, пришиваем вот наш первый поперечный лоскутик. Так, прошили, освободили от иголочек. Так, эти опустили на место, вторую, четвертую, шестую полоску. Вот у нас уже первая, первый ряд на месте. Теперь чередуем. Берем следующую полосочку и уже подворачиваем первый, третий и пятый лоскутик. Вот таким вот образом. То есть чередуя то четные, то нечетные полосочки мы поднимаем. А вот удок мы ложим всегда ровненько, стараясь сохранять перпендикулярность, чтобы все у нас шло аккуратно и ровно. Закрепляем иголочками и прокладываем наш шов декоративный. Вот по второму краю нашего, вот уже начинает вырисовываться у нас полотно. Так, второй прошили удок. Так, прекрасно. Опускаем, опускаем наши долевые лоскутики, как бы долевые нити. Вот. Ну, это очень интересное занятие. Я его вот сшила с удовольствием. У нас в школе было домоводство, и мы вот делали вот это переплетение. Полотняное, саржевое. Там еще какие-то есть виды переплетения. Из бумаги. Я очень хорошо это помню. Вот. А сейчас вот я это делаю из ткани, из джинса. Так, третий ряд. Поднимаем второй, четвертый и шестой лоскутик. И прикладываем следующую планочку утка. Ну, я думаю, что уже понятно метод и технология вот этого вот переплетения. Это называется ткачество. Так, прокладываем шов и продолжаем. Опускаем и продолжаем дальше. То есть то мы поднимаем четные, то нечетные, как бы лоскутики, основы. Ну, здесь надо не торопиться, очень аккуратно делать, чтобы все у нас было параллельно и перпендикулярно. Вот таким вот образом продолжаем и делаем все наше переплетение до конца. То есть полностью заполняем основу, пока нам хватит длины вот этих вот долевых шести полос. Что мы и делаем. Так, вот у нас получилась вот такая вот симпатичная плетеночка. Я вот мелом отчертила на мате, чтобы у меня былило все ровно. И добавляем. Делаем методом колодец. Добавляем со всех четырех сторон планочки джинсовые по 5 сантиметров. И делаем на них такую же декоративную отсрочку, как и все полотно. Вот, посмотрите, что у нас получилось. Итак, размер нашей заготовочки 32 на 38. Вот такой необычный джинсовый блок у нас получился. Он на основе, хорошо прошит. Все лоскутики, все полосы держатся очень надежно, хорошо зафиксированы. И из-за того, что джинсы у нас вот такая вот как бы разноцветная, немножечко потертая, рисунок такой своеобразный. Мне он очень нравится. Интересная получилась заготовочка. Ну что ж, в следующем видео будет продолжение. И будем из этой заготовочки что-то делать. Ну что ж, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok